В ближайшие месяцы многим собственникам жилья предстоит сделать выбор, кому платить взносы на капитальный ремонт. Напомним, с 2015 года в Ненецком округе вводится обязательный ежемесячный платеж за капремонт. Поэтому уже до 9 октября владельцы квартир должны выбрать удобный для себя способ формирования фонда. Есть всего два варианта – специальный счет и счет регионального оператора. К последнему деньги отправятся и в случае, если жильцы не сделают выбор. С 1 января станет на одну квитанцию больше. С каждого квадратного метра жилья владельцы будут перечислять фонд капремонта по 6 рублей 50 копеек. Региональная программа рассчитана на 30 лет. В нее входит больше полутысячи домов, часть из которых могут исключить из программы по объективным причинам. Так, например, если здание имеет износ определенной степени или стоимость ремонта окажется слишком высокой. Жильцов домов, не входящих в программу, освободят от взносов. Подробная информация о каждом здании и новом платеже предоставлена на сайте фонда капитального ремонта в Ненецком округе. Владелец подсчета обязан по любому требованию собственников в любой момент предоставить информацию о том, сколько поступило туда средств, сколько остаток там и куда они были израсходованы. Банк, так как в банках будут открываться счета, кредитная организация не имеет права ничего делать с этими деньгами, только в оплату, она может использоваться только в оплату работ, пока ремонт.